Серьезный инцидент в зоне безопасности спровоцировала попытка незаконно вывести дрова из Приднестровья. В Дубосарском районе пограничники остановили грузовик с дровами. Дрова вез молдавский полицейский, который проигнорировал требования пограничников провести дрова через пункт пропуска и заплатить пошлину. Эти кадры сделали 4 ноября в Дубосарском районе в поле на границе между Приднестровьем и Молдовой. Молдавские полицейские и жители молдавских сел Новая Маловато и Качиеры пытаются отбить у приднестровских силовиков задержанного мужчину. Вечером 4 ноября в Дубосарском районе приднестровские пограничники заметили КАМАЗ на молдавских номерах. Грузовик пытался пересечь границу Приднестровья и выехать в Молдову через поля в объезд погранпостов. Машину остановили, за рулем был гражданин Молдовы. В кузове дрова. По документам дрова из Рашковского лесничества должны были попасть в село Катериновка Каменского района. Но по факту они оказались на 100 километров южнее, недалеко от молдавского села Маловато. Водитель грузовика вызвал на подмогу своих коллег. Сотрудников полиции ближайших молдавских сел они приехали не одни. К месту событий прибыла сначала неопределенная группа гражданских лиц. Сначала мы понимаем, что это были также представители полиции Республики Молдовного гражданской одежды. Впоследствии за ними прибыли представители населения, которое ввело себя ярким вызывающим. Из телефонов разговоров, из тех переговоров, которые вели внутри данных коллективов, было понятно, что это какие-то воинствующие, какие-то лица, которые имеют отношение к событиям 92-го года. Мы так поняли из разговоров, которые ввелись в этот период времени, которые прибыли в совершенно нетрезвом состоянии. Естественно, провоцировали представители правоохранения органов Приднестровья на какой-то конфликт. К месту инцидента милиционеры Приднестровья вызвали подмогу. Потом приехал военный комендант Дубасар и военные наблюдатели совместных миротворческих сил. Попытка контрабанды дров превратилась в серьезный конфликт, на улаживание которого понадобились почти сутки. В итоге жителя Молдовы все же привлекли к административной ответственности. Он заплатил штрафы и таможенные пошлины. После машину с дровами пропустили. Денис Мартыненко, Александра Гашицкая, ТСВ.